Мы ставим чайник, к нам сейчас придут гости. Этого момента они ждали два года. У Читы Черных сегодня новоселье. А значит спать на чемоданах и скитаться по чужим квартирам семье пограничника больше не придется. Теперь в Берлине они чувствуют себя как дома. В Троицком районе закончилось строительство военного городка. На стенах еще не успела высохнуть краска, а в дом уже заселились три семьи. Снимали квартиру, за год поменяли три квартиры. На последние потом немножко остановились и вот сейчас здесь уезжаем в эту квартиру. Надеюсь мы еще мебель какую-нибудь подкупим, столики. Вот здесь вот кресло надо, нам обязательно на чем сидеть. Телевизор. В этом военном городке на 50 человек построили даже тренажерный зал и сауну. Но главная гордость административный корпус. Что из техники установили в кабинетах военная тайна. Но следить за порядком на вверенном участке пограничники теперь смогут не выходя из здания. Приборы сигнальные будут на границе, они будут практически незаметны для нарушителей. Кроме тех сигнальных приборов, которые будут выдавать индикацию о нарушении государственной границы, будут ставиться вышки, на которых размещаться видеокамеры. Этот участок границы по праву можно назвать самым протяженным в мире. Он составляет более 7 тысяч километров. Не секрет, что в период финансово-экономических неурядиц нарушителей миграционных законов и контрабандистов стало больше. Пограничное отделение в Берлине можно назвать первой ласточкой в укреплении рубежей России и Казахстана. А это не что иное, как реализация федеральной программы. Кризис коснулся, конечно, и этого участка. Но то, что он не коснулся его планов и то, что эти планы были сделаны и выполнены, меня просто радует. И я не зря и в своем сною говорил, что если страна думает о том, чтобы не вход в воротах для друзей были открыты, а для недругов закрыты надежно, он, конечно, уже в любой кризис эти планы выполнят и выполняется. Это гордость. Всего на участке пограничного управления по Челябинской области запланировано строительство 32 закрытых объектов. В этом году такие отделения откроются в селе Октябрьском, Бобровке, Плодовом и Ключевке.